Еще сильнее стал свирепствовать Ахилл. Он грозил троянцам, что их не спасет от его гнева Скамандр, какие бы ни приносили они ему жертвы. Он убьет их всех, мстя за Патрокла и павших греков. Разгневался бог реки Скамандра Ксанф на гордой речи Ахиллы. Между тем против Ахилла решился выступить Астеропей, сын речного бога Аксия. Метнул Астеропей сразу два копья в Ахилла. Одним из копий легко ранил он героя в правую руку у локтя. Метнул и Ахилл своим громадным копьем в Астеропее. Мимо пронеслось копье и глубоко вонзилось в берег. Астеропей пытался вырвать копье Ахилла, но не мог. Не хватило бы у него силы даже поднять копье Ахилла. Налетел с обнаженным мечом на него могучий Сенпелея и поразил его насмерть. Ахилл бросил и труп Астеропея в воду Скамандра. Многих героев сразил еще Ахилл. Громко воскликнул из пучины бог реки Скамандра Ксанф. Ахилл, выгони из моих вод троянцев, убивай их в поле, а не в моих водах. Трупы троянцев преградили мне путь к морю. Воздержись убивать троянцев в моем русле. — Ксанф, не раньше перестану я убивать троянцев, — ответил богу Ахилл, — чем загоню их в Трою и сражусь с Гектором. Громко возвал тогда Ксанф к богу Аполлону. — О, далеко разящий бог! Ты не исполняешь того, что повелел тебе Зевс-громовержец. Не тебе ли повелел он защищать троянцев до той поры, пока не покроет ночи мраком холмы и поля? Забушевали воды с Камандра и с грозным ревом стали выносить на берег трупы убитых. Живых же укрыл бог реки в пещере. Заклокотали волны вокруг бросившегося в реку Ахилла. Не мог он больше держаться на ногах. Схватился Ахилл рукой за высокий платан, который стоял на берегу реки, но платан упал, подмытый с Камандром, и лег поперек реки, подобно мосту. Выскочил из волн реки Ахилл и побежал по полю. Следом за ним катился грозный вал реки С Камандра, грозя потопить его. Несколько раз пытался Ахилл бороться с этим валом, но разве мог он, смертный, бороться с бессмертным богом реки? Заливали его волны. Бурно хлистали они вокруг его плеч, вырывая из-под ног землю. Наконец, воскликнул Ахилл, обратив взор к небу. Зевс-громовержец, уже ли я, которому было суждено роком погибнуть под Трое лишь отстрел Аполлона, погибну бесславной смертью, словно молодой свинопас, утонувший в бурном горном ручье, пытаясь перейти его вброд? О, лучше убил бы меня Гектор, славнейший из сынов Великой Трои. Лишь только промолвил от Эссенпелея, как явились пред ним Посейдон и Афинопаллада. Ободрили боги Ахилла и повелели ему храбро сражаться до тех пор, пока не прогонит он Троянца в город и не сразит Гектора. Со славой вернется он после победы в Стан. Вдохнул Афинопаллада неодолимую силу в грудь Ахилла. Не мог бороться с ним скамандер и призвал себе на помощь бога ручья Симаиса, своего брата. Еще выше поднялся покрытый тиной водяной вал, воздвигнутый против Ахилла скамандером. Как стена стала окружать он Ахилла, испугалась богиня Гера, что погибнет Сенпелея. На помощь Ахиллу в бой против Симаиса послала она сына своего, бога Гефеста. Вспыхнуло на поле бурное пламя бога Гефеста. Загорелись трупы убитых Ахиллом Троянцев. Быстро высохло поле, залитое волнами Симаиса. Зажег и реку Гефест. Запылали по берегам Платаны, Буки и Ивы. Загорелся влажный зеленый тростник и лотосы. Рыбы в воде заметались во все стороны и старались укрыться в глубине реки от всепожирающего пламени. Вспыхнул Симаис. Громко возвал он к богу Гефесту. О, Гефест! Никто из богов не в силах бороться с тобой. Никогда не решусь я на бой с тобой. Погаси огонь. Я никогда не буду больше помогать Троянцам. Пусть губит их Сенпелея. Все сильнее раскалялась вода от огня. Она клокотала от страшного жара. Остановилась течение реки. Жар изнурил Скамандра. Стал молить бог Ксанф, богиню Геру, чтобы укротила она сына своего. Великой клятвой богов, клялся Ксанф, никогда не помогать более Троянцам, даже тогда, когда вспыхнет Троя, подожженное греками. Остановила гера бога Гефеста и погасил он огонь. Возгорелась сильная распря и между богами. Они бросились в битву. Застонала земля под их стопами. Засмеялся Зевс, увидя, как начали сражаться друг с другом боги. Бог войны Арос напал на богиню Афину Палладу, желая отомстить ей за то, что помогла она недавно герою Диамеду ранить его. Своим копьем поразил Арос богиню Вагиду, но не мог пробить ее. Схватила громадный камень Афина и попала им Аросу в шею и повергла его на землю. Загремели на Аросе доспехи и пылью покрылись его волосы. На помощь Аросу явилась богиня любви Афродита и старалась увезти его с поля битвы. Но Афина поразила ее в грудь своим копьем и упала Афродита на землю. Вызвал на бой Аполлона бог моря Посейдон. Но не вступил с ним в бой далекоразящий бог. Боялся Аполлон поднять руку на могучего брата Зевса, колебателя земли Посейдона. Богиня Артемида укоряла брата своего Аполлона за то, что уклонился он от боя с Посейдоном. Услыхала это богиня Гера и разгневалась. Схватила она Артемиду за руки, вырвала у нее лук и ударила им юную богиню. Рассыпались стрелы Артемиды и убежала она вся в слезах, словно голубка, спасающаяся от ястреба. Собрала богиня Латона стрелы, подняла лук своей дочери и пошла за ней. Артемида же вознеслась на Олимп и горько жаловалась Зевсу на то, как оскорбила ее Гера. Вернулись на Олимп и другие боги. Одни гордясь своей победой, другие исполненные гнева. Аполлон же быстро помчался в Трою. Опасался он, как бы вопреки судьбе не разрушили греки стен Трои. Увидал с высокой башни старец Приам, как гонит ахилл по полю троянцев. Повелел он открыть городские ворота, чтобы могли в них укрыться Троянцы. Аполлон же, внушив великое мужество героя Агенору, побудил его выступить против ахилла, а сам, покрывшись густым облаком, встал около него, чтобы спасти его от копья ахилла. Потрясая копьем, ждал приближающегося ахилла Агенор. Сильной рукой бросил он в него копьем. Ударило копье в поножи, но отскочило. Ринулся на агенор Ахилл. Бог же Аполлон окружил мраком Агеноры и помог ему избежать неминуемой смерти. Аполлон принял образ Агенора и пустился бежать по полю. Стал преследовать его Ахилл. Не ведая, что преследует Бога. Этим спас троянцев Аполлон и дал им время укрыться в священной Трое. Укрылись в городе троянцы. Утомленные боем и бегством, утоляли они жажду и отирали пот, стоя на стенах. В поле остался лишь один гектор. Словно скованный неизбежным роком, стоял он у скейских ворот. Поединок Ахилла с Гектором Изложено по поиме Гомера, Илиада Долго преследовал Ахилл бога Аполлона. Наконец, остановился бог-стреловержец и открыл Ахиллу, кого он преследовал. Гнев овладел Ахиллом. С какой радостью он отомстил бы Аполлону, если бы мог. Бросил преследование сын Пилея и вновь устремился к стенам Трое. Несся по полю к стенам Трое Ахилл, подобной сверкающей звезде, той звезде, которая ярко горит на осеннем небе. Сириус зовут ее люди. Несчастье сулит она смертным. Увидал старец Приам, приближающегося к стенам Трое Ахилла, и в страхе стал молить Гектора. О, возлюбленный сын мой, войди скорее в город. Не сражайся с сыном Пилея, он могуче тебя. Войди в Трое, ведь в тебе вся надежда на спасение всех троянцев и троянок. Подумай, скольких сыновей убил у меня Ахилл. Жалься хоть надо мной, несчастным старцем. Зевс послал мне в конце моей жизни ужасные беды. Я должен видеть гибель моих сыновей, увидеть, как уведут в неволю дочерей, как будут убивать невинных младенцев. Сам я буду убит на пороге моего дома, а те псы, которых я сам скормил, будут лизать мою кровь. Жалься надо мной, Гектор. Молила Гектора укрыться в Трое, и мать его, престарелая Гекаба. Она напомнила сыну, как кормила она его в детстве, как ласкала его. Неужели будет убит на ее глазах Гектор, и не оплачет его ни она, ни Андромаха, а труп его будет растерзан псами у кораблей Мермидонян. Но твердо решил Гектор ждать Ахилла. Опершись щитом о выступ башни, он ждал своего врага. Не мог Гектор уклониться от боя с Ахиллом. Боялся сын Приама, что будут обвинять его троянцы в том, что он погубил Трою, понадеявшись на свою силу. Ведь советовал же ему Полидамант укрыться с войском в Трое, раньше, чем вступит в битву Ахилл. Теперь одно осталось Гектору. Вступить в бой с Ахиллом и или победить, или погибнуть. Промелькнула у Гектора и такая мысль. Идти навстречу Ахиллу без оружия и обещать ему вернуть прекрасную Елену и все сокровища, похищенные у Менелая. А с ними дать и половину всех богатств Великой Трое. Тот час отверг эту мысль Гектор. Он знал, что не станет Ахилл входить с ним в договор, что безоружного убьет он его, как бессильную женщину. Все ближе и ближе был Ахилл. Страх овладел Гектором. И пустился он бежать от грозного сына Пелея вокруг Трое. За ним, подобно ястребу, который гонится за слабой голубкой, несся бурный Ахилл. Три раза обижали герои вокруг Трое. В бурном беге неслись герои. Несколько раз хотел Гектор укрыться у стены, чтобы дать троянцам возможность отразить стрелами сына Пелея. Но Ахилл не подпускал его к стене. Уже давно настиг бы сына Приама великий Ахилл, если бы не вдохнул сил Гектору бог Аполлон. Когда в четвертый раз пробегали герои мимо ключей Скамандра, бросил на золотые весы бог Громовержец два жребия смерти. Один – Ахилла, другой – Гектора. Опустился жребий Гектора к царству мрачного Аида. Покинул Гектора бог Аполлон, а к Ахиллу приблизилась богиня Афина Паллада. Она повелела героя остановиться и обещала ему победу над Гектором. Сама же богиня, приняв образ брата Гектора Даефоба, явилась Гектору. Она убедила его сразиться с сыном Пелея, обещая помочь. Остановился Гектор. Сошлись герои. Первым воскликнул Гектор. Не буду я больше, сын Пелея, искать спасения в бегстве. Сразимся же и посмотрим, ты ли убьешь меня, или же я одержу победу. Но призовем свидетеля богов перед боем. Я обещаю не бесчестье твое тело, если даст Громовержец мне победу. Исполни и ты этот договор. Но грозно ответил ему Ахилл. Нет. Не предлагай мне договоров, ненавистный враг. Как невозможен договор между львом и людьми, или между волками и овцами. Так невозможен он и между нами. Нет. Соберись со всеми силами, вспомни все свое искусство в ратном деле. Нет тебе спасения. Ты заплатишь мне за пролитую тобою кровь моего друга Патрокла и других моих друзей, убитых тобой. Могучей рукой Ахилл бросил свое копье в Гектора. Припал к земле Гектор и этим избежал смертоносного удара. Афина Паллада быстро схватила копье Ахилла и подала его опять героя. Ударил Гектор копьем в середину щита Ахилла, но как легкая трость отскочила копье от щита, выкованного богом Гефестом. Не было у Гектора другого копья. Потупил он очи и громко стал звать на помощь Деефоба. Но уже не было его. Понял Гектор, что обманул его Афина Паллада. Понял, что суждено ему погибнуть. Выхватив меч, бросился Гектор на Ахилла. Ринулся на Гектора и Ахилл. Могучей рукой поразил он его копьем в шею. Упал на землю смертельно раненый Гектор. Он мог лишь сказать еще несколько слов торжествующему Ахиллу. «Я заклинаю тебя, Ахилл, твоей жизнью и твоими родными. Не отдавай моего тела на растерзание мирмидонским псам. Возврати мое тело отцу и матери. За него они дадут несчетный выкуп». «Нет, напрасно ты, презренный пес, умоляешь меня», — ответил Ахилл. «Я бы сам растерзал твое тело, если бы покорился гневу, пылающему во мне. Никто не отгонит от твоего тела псов. Хотя бы и предлагали мне за это самые пышные, богатые дары. Если бы даже дали мне столько золота, сколько весишь ты сам. Никогда не оплачет твой труп Преам и Гекаба. «О, я знал, что ты не тронешься моей мольбой. В груди твоей железное сердце. Но страшись гнева богов, он постигнет и тебя. Сразит тебя стрелой Парис с помощью бога Аполлона Ускейских ворот». Умер с этими словами Гектор. Отлетела сетую на горькую долю душа его в царство мрачного Аида. Созвал торжествую победу Ахилл всех греков. Дивились они на могучий рост и красоту распростертого на земле Гектора. Каждый из подходивших пронзал труп Гектора копьем. Теперь легко было поразить его. Не так было в то время, когда Гектор поджигал корабли греков. «Ужасное дело» замыслил торжествующий Ахилл. Проколов на ногах Гектора сухожилия, проделал он крепкий ремень сквозь сухожилия и привязал труп за ноги колесницы. Вскочил он на нее, высоко подняв доспехи, снятые с Гектора, и погнал коней по полю. По земле волочилось тело Гектора за колесницей. Пыль поднялась на поле. Почернела прекрасная голова Гектора от пыли. Бьется она о землю. Увидала Гекуба со стен Трои, как позорит Ахилл труп ее сына. Рвет она в горе седые волосы и бьет себя в грудь, сорвав покрывало. Горько рыдает Приам. Он просит пустить его в поле. Он хочет молить победителя Ахилла сжалиться над ним старцем, вспомнить отца Пелея, такого же старца, как и он. Услыхала горестные вопли Троянцев и Андромаха. В страхе выронила она челнок из рук. Побежала Андромаха на стены, и с них увидала тело мужа, влачащиеся по пыли за колесницей Ахилла. Без чувств упала на руки Троянок несчастная жена Гектора. Спала с нее драгоценная покрывала, дар Афродиты. Рассыпались ее волосы. Придя в себя, громко зарыдала она. Теперь никого не осталось у нее на свете. Осиротел и прекрасный сын ее, Астианакс. Несчастным сиротой будет расти он. Никто не защитит его от обиды. Невыразимое горе раздирало сердце Андромахи. Громко рыдали вокруг нее все Троянки. Погиб великий защитник Трои. Похороны Патрокла Изложено по поэме Гомера Илиада Возвратились Греки к своим кораблям. Ахилл не велел расходиться по шатрам своим Мермедонянам. Он повелел им трижды объехать вокруг тела Патрокла на колеснице. С громким плачем ехали храбрые Мермедоняне. Громко плакал и Ахилл. Положил он руки на грудь убитого друга, восклицая. Радуйся, мужественный Патрокл. Я сделал то, что обещал тебе. Привез я сюда к твоему смертному ложу труп Гектора и отдам его на растерзание псам. Двенадцать троянских юношей убью я у погребального костра, мстя за твою смерть. Бросил Ахиллу ложа, на котором лежал убитый Патрокл труп Гектора, ничем не прикрыв его. Богатый пир устроил сын Пелея для своих Мермедонян. Самого же его убедили вожди греков пойти к Агамемнону. Там долго просили его, омывшись, принять участие в пире. Отказался Ахилл. Он просил лишь Агамемнона велеть грекам воздвигнуть погребальный костер. Устроили пир греческие герои, а после пира все разошлись по своим шатрам и легли спать. Один лишь Ахилл остался бодрствовать. Тяжкость тяная, лежал он на берегу вечно шумящего моря. Наконец, и он погрузился в глубокий сон. Во сне же явилась ему тень Патрокла и молила скорее совершить над телом погребальные обряды, чтобы могла успокоиться душа его в царстве Аида. Заповедал Патрокл похоронить его кости в той могиле, в которой будет похоронен и Ахилл. В одной урне, данной богине Фетидой, должен был быть положен прах Ахилла и Патрокла. Во сне простер руки к тени Патрокла Ахилл, но с печальным стоном скрылась тень. Проснулся Ахилл и снова громко стал оплакивать друга. Плакали с ним и все мирмедоняне. Плачущими застал их богиня Эос Заря, предвестника восхода бога Гелиуса Солнца. Рано утром Агамемнон послал на склон высокой иды греков за дровами для погребального костра. Исполнили приказания царя греки и воздвигли на берегу моря высокий костер. В торжественном шествии мирмедоняне вынесли труп Патрокла, покрыв его своими срезанными волосами и положили на костер. Срезал Ахилл и свои волосы, которые посвящены были речному богу Сперхею, если бы было суждено вернуться герою на родину. Теперь же вложил он их в руки Патрокла. Примечание Река Сперхей на юге Фессалии Конец примечания Затем по просьбе Ахилла отпустил Агамемнон всех воинов кораблям, у костра же остались одни вожди греков. Множество овец и волов заклали в честь Патрокла, а их жиром покрыли все его тело. Расставили также вокруг ложа с телом сосуды с медом и маслом. Убили четырех коней и двух псов. На костер положили и трупы двенадцати троянских юношей, которых своими руками убил Ахилл. Труп же Гектора лежал у костра. Его охраняла богиня Афродита, умастив его благовонным маслом. А бог Аполлон распростер над ним облако, чтобы палящие лучи солнца не иссушили трупа Гектора. Когда все для похорон было готово, Ахилл поджег костер, но он не загорался. Помолился Ахилл богам ветра Борею и Зефиру. Он молил их раздуть пламя. Быстро помчалась вестница богов Эрида в чертоге Зефира, где пировали все боги ветра и призвала их на помощь сыну Пелею. С грозным шумом понеслись клубят тучи Бореи Зефир над морем. Заходили под их дыханием по морю высокие волны. Быстро прилетели они к Трое и раздули огонь. Всю ночь высоко вздымалось пламя на костре. Ахилл же, черпая двудонным кубком вино, совершал возлияние, призывая душу Патрокла. К утру громадный костер догорел и стал потухать. Изнуренный Ахилл лег на землю у потухающего костра и забылся неодолимым сном. Его разбудили голоса вождей греков. Угасили по просьбе Ахилла вожди тлеющие угли костра вином, собрали кости Патрокла и положили их в золотую урну. Затем сооружен был сруб, в него поставлена урна, а над срубом насыпали высокий могильный курган. После похорон Ахилл устроил в честь умершего пышные погребальные игры. Они начались с бега на колесницах, в котором участвовали герой Эвмел, сын Адмета, герой Диамет, царь Менелай, сын Нестор Антилох и герой Мерион. Первым пригнал коней своих к цели Диамет. Ему помогла богиня Афина. Немного отстал от него сын Нестора Антилох. За ним же был Менелай, хитростью вырвал у него вторую награду сын Нестора. Последним был Мерион. Героя же Эвмела, самого знаменитого возничего, постигла несчастье. Богиня Афина, не желая его победы, разбила дышла у его колесницы. Упал и вмел на землю и сильно разбился. Всем участникам рестания на колесницах раздал Ахилл богатые дары. Поднес он дар и старцу Нестору. Он не мог уже принимать участие в состязаниях героев. Стара сделала слабыми его члены, а некогда и он одерживал в играх победы над могучими героями. Затем состязались в кулачном бое могучий герой Эпей и герой Эвриал. Победил Эпей, повергнув на землю ударом кулака Эвриала. Аякс, Теламонит и царь Одиссей состязались в борьбе. Долго боролись они. Ни тот, ни другой из них не мог одолеть. Равноценная досталась им награда. В быстром же беге состязались Аякс, сын Аэлея, Одиссей и сын Нестора Антилох. Впереди, как легкий ветер, бежал Аякс, за ним Одиссей. Взмолился Афине Одиссей и просил ее дать ему победу. Услышала героя Афина. Поскользнулся Аякс и упал. Первым достиг цели Одиссей и получил первую награду. В бои в вооружении состязались Диамет и Аяк Стеломонид. Шиблись герои, но греки боялись, чтобы не сразили они друг друга насмерть. Прекратили бой герои и оба получили по равной награде. В метании тяжелого диска всех победил герой Полипет. Для состязания в стрельбе из лука к высокому шесту привязали Голубку. Стрелок должен был пронзить ее стрелой. Вышел герой Тевкар. Напрягший лук пустил стрелу Тевкар, но она перерезала лишь тонкую бичеву, которой была привязана Голубка. Взвилась к небу Голубка, но герой Мерион пронзил ее своей стрелой. Ему досталась награда за стрельбу из лука. Награду же за метание копья отдали царю Агамемнону. Никто не мог превзойти его умение метать копье. Кончились игры, разошлись герои, и вскоре весь стан погрузился в глубокий сон. Не спал лишь Ахилл. Он неутешный оплакивал своего друга. Встав с ложа, долго бродил он по берегу моря. Наконец, когда заря разгорелась на небе, запряг он коней в колесницу и, привязав к ней труп Гектора, три раза объехал вокруг могильного кургана, волоча по земле труп несчастного сына Прияма. Потом опять бросил он труп, а сам ушел в шатер. Приям в шатре Ахилла Погребение Гектора Изложено по поэме Гомера Илиада Видели со светлого Олимпа боги, как Ахилл позорил тело Гектора. Негодовал на него за это бог Аполлон. Хотели боги, чтобы похитил Гермес труп Гектора, но противилась этому богиня Гера и Афина Паллада, а также и бог Посейдон. Уже одиннадцать дней лежал труп Гектора, ничем не прикрытый у шатра Ахилла. Укорял богов Аполлон за то, что позволяет они Ахиллу, забывшему сострадание и совесть, позорить тело Гектора. Возгорелась ссора между Аполлоном и Герой. Зевс Громовержец прекратил эту ссору. Он послал за богиней Фетидой вестницу богов Ириду. Решил послать богиню Фетиду сын Крона к Ахиллу, чтобы она передал ему веление Зевса выдать за богатый выкуп тело Гектора его отцу Приаму. Среди троянцев более всех любил Зевс великого Гектора. Быстрая как мысль Ирида понеслась к Фетиде и мгновение ока предстало перед ней. Фетида окруженная морскими богинями сидела проливая слезы о сыне. Услыхав из уст Ириды волю Зевса надела Фетида черные одежды скорби и вознеслась на высокий Олимп. С почетом встретили боги Фетиду. Афина устроила ей место рядом с Зевсом, а Гера поднесла сама ей золотую чашу с благоухающим нектаром. Поведал ей свою волю Зевс. Тотчас сошла богиня Фетида на землю в шатер своего сына. Села она около печального Ахилла и, нежно лаская его рукой, сказала ему, что гневаются на него Зевс и все боги за Гектора и повелевают выдать труп его Приаму. Покорился воле богов могучий Ахилл. Между тем, Зевс громовержец послал вестницу богов Ириду к Приаму. Когда Ирида принеслась на своих радужных крыльях ко дворцу Приама, несчастный старец лежал распростерты на земле, проливая слезы о погибшем сыне. Вокруг старца сидели все его сыновья, громко рыдая, приблизилась к старцу Ирида и именем Зевса повелела ему ехать в стан греков к Ахиллу с богатым выкупом. Обещала Ирида, что проводит Приама в стан бог Гермес. Услыхав слова богини, тотчас встал Приам и пошел во дворец, повелев сыновьям приготовить повозку для даров и колесницу. Войдя во дворец, призвал Приам свою престарелую жену Гикабу и сказал ей, что хочет ехать в стан греков. Испугалась Гикаба, она молила мужа не идти на верную гибель, но успокоил ее Приам, сказав ей, что он идет к Ахиллу, повинуясь воле богов олимпийцев. Выбрал богатые дары Приам и стал готовиться в путь. Укорял он и сыновей своих за то, что медлят они. Испугались сыновья Приама гнева отца и быстро запрягли в повозку мулов, поставили на нее большой короб для даров и запрягли в колесницу коней. Взошел на колесницу Приам и погнал коней. Впереди же колесницы мулы везли повозку с дарами, а мулами правил вестник Идей. Все провожавшие Приама горько плакали, словно ехал он на верную гибель. Когда Приам выехал в поле, Зевс громовержец послал ему навстречу сына своего, бога Гермеса. Подвязал Гермес свои крылатые сандалии, взял в руки жезл, которым смыкает он очи смертным. И помчался к Трое. Он явился под видом прекрасного юноши Приаму, когда тот поил коней и мулов в реке. Испугался Приам, он думал, что юноша убьет его и похитит дары, но Гермес, назвавшись слугу Ахилла, предложил проводить его в стан. Обрадовался старец, он предложил юноше в дар драгоценный кубок, но Гермес отказался от дара. Вошел он в колесницу Приама и быстро погнал коней. У ворот стана греков стояла стража, но ее погрузил Гермес в глубокий сон. Отодвинул бок засовы ворот, открыл их и тайно провел Приама через стан. Открыл Гермес ворота и в стан Мирмидонян. Когда же Приам подъехал к шатру Ахилла, Гермес открыл Приаму кто он и велел смело идти в шатер. Приам оставил идеи охранять дары, а сам пошел в шатер. Ахилл только что окончил трапезу. Незамеченный никем, Приам вошел и, упав на колени перед Ахиллом, стал молить его с такими словами. О, великий Ахилл, вспомни отца такого же старца, как и я. Может быть, и его город осадили соседи, и некому избавить его от беды. Я же, несчастный, потерял всех почти сыновей. Ты убил и величайшего из моих сыновей Гектора. Ради него пришел я к кораблям твоим. Жалься над моим горем. Прими богатый выкуп. Видишь, в каком я несчастье. Я переживаю то, чего не переживал ни один из смертных. Я принужден целовать руки убийцы моих детей. Своими словами вызвал Приам у Ахилла воспоминания об отце. Горько заплакал Ахилл, вспомнив отца. Приам же, простершись на земле, плакал о сыне. Наконец, встал Ахилл. Он поднял Приаму и сказал ему, О, несчастный, много горя видел ты в жизни, но как решился ты прийти сюда один к тому, кто убил многих твоих сыновей? О, в твоей груди твердое, как железо сердце. Но успокойся, прекрати свой плач и сядь здесь. Боги судили людям переносить в жизни горе, лишь сами они бессмертные не знают печали. Не лей больше слез, ведь плачем не воскресишь ты погибшего Гектора. Встань, сядь здесь. Нет, не сяду я, Ахилл, ответил Приам, прежде чем вернешь ты мне Гектора. Прими дары и дай мне взглянуть на тело моего сына. Гневно взглянул на Приам Ахилл и сказал «Страшись разгневать меня, старец. Я сам знаю, что должен вернуть тебе тело Гектора. Это воля Зевса, ее возвестила мне мать моя, богиня Фетида. Я знаю, что и тебя привел сюда Бог, иначе не осмелился бы ты явиться в стан греков. Умолтни же, я боюсь, что в гневе нарушу завет Зевса щадить просящего». Сказав это, вышел Ахилл. Он призвал друзей своих, велел отпрячь коней и мулов приама и ввести в шатер в шатер Идея. Затем омыли рабыни Ахилла тело Гектора и одели в драгоценные одежды. Сам Ахилл поднял тело и положил на богато украшенное ложе, а друзья его поставили ложе на повозку. Молил великий сын Пелея душу Патрокла не гневаться за то, что вернул он тело Гектора отцу. Он обещал посвятить Патроклу часть даров, привезенных Приамом. Сделав все это, Ахилл вернулся в шатер и сказал старцу, что уже выдано ему тело Гектора. Приготовил Ахилл богатый ужин и пригласил Приама подкрепить силы едой и питьем. Во время ужина с удивлением глядел Приам на прекрасного, величественного как бог Ахилла. А Ахилл дивился на почтенный вид седовласого старца и слушал его мудрые речи. Когда окончен был ужин, Приам просил Ахилла позволить ему подкрепиться сном, так как он не спал с того времени, как погиб Гектор. Ахилл велел приготовить Приаму и Идею пред шатром два роскошных ложа. Когда же Приам готовился лечь спать, спросил его Ахилл, сколько дней нужно ему на погребение сына и обещал в эти дни не начинать битвы. Десять дней просил Приам на погребение. Ахилл обещал ему, что и сам не вступит в бой в эти дни и удержит от битвы греков. Ласково пожал Ахилл руку Приама, желая этим пожатием успокоить старца и расстался с ним. Погрузились в сон все воины, спали и боги на светлом олимпе. Не спал лишь бог Гермес. Он явился к ложу Приама и, разбудив его, повелел покинуть скорее стан греков, так как боялся, что увидит кто-нибудь Приама и соблазнится возможностью получить за него богатый выкуп. Испугался Приам, встал с ложа и разбудил Идея. Гермес запряг коней мулов и вывел их тайной стана. Только у берегов скамандра покинул бог Приама. На заре подъехал Приам к Трое. Первая увидала его Кассандра и подняла громкий плач по Гектору, созывая троянцев и троянок. Собралась громадная толпа у ворот Трое. Впереди всех стояли Гекаба и Андромаха. Громко рыдали они и рвали на себе волосы. Рыдали все троянцы и старались ближе подойти к повозке, на которой лежал убитый Гектор. Но по слову Приама раступилась толпа и дала ему проехать в Трое. Громко рыдала Андромаха. Она оплакивала мужа своего единственного защитника. Теперь знала она, что падет Трое и уведут всех троянок в тяжкий плен греки. Убьют греки и сына ее, Астианакса, мстя Гектору за смерть многих героев. Сетовала Андромаха, что вдали от нее погиб Гектор, не сказав ей заветного слова, которое вечно помнила бы она. Рыдала и Гекаба, проливая потоки слез по любимому сыну. Плакала Елена по Гектору. От него не слыхала она никогда укора, не видала обиды. Всегда заступался за нее кроткий душой Гектор, и благодаря его заступничеству не обижали ее и другие. Теперь погиб ее единственный друг и утешитель втрое, где все одинаково ненавидели ее. Повелел Приам приготовить погребальный костер. Девять дней возили троянцы сыды дрова для костра. На девятый день возложили они на костер тело Гектора и сожгли. Собрали прах его в золотую урну, поставили ее в могилу, закрыли могилу каменными плитами, а сверху насыпали могильный курган. Пока троянцы насыпали курган, стража наблюдала, чтобы не напали неожиданно греки. После похорон Приам устроил в своем дворце роскошный похоронный пир. Так погребали троянцы великого Гектора. Битва с амазонками Пенфесилия Изложена по поэмам Овидия Героини и Вергилия Энеида. После смерти Гектора тяжелые времена настали для Трои. Не было у нее более могущественного защитника. Не смели троянцы выходить за стены чтобы сразиться с греками в открытом поле. Не было в Трои такого героя который мог бы помериться с силой в поединке с Ахиллом. Казалось что наступают последние дни великого города. Тут неожиданно пришла помощь троянцам. С далекого понта явились на быстрых конях на помощь Трои со своей царицей Пенфесилией храбрые воительницы Амазонки. Примечание Понт Черное море Конец примечания Хотела битвой с греками искупить свою вину Пенфесилия так как она нечаянно убила на охоте свою сестру. Примечание Помогая троянцам которым помогала и Артемида Пенфесилия надеялась умилостивить эту богиню гневавшуюся на нее за убийство. Конец примечания Могучая дочь Ароса похвалялась что сразит всех славных героев Греции прогонит из-под троя и сожжет их корабли. С великим ликованием встретили троянцы амазонок. Приам принял Пенфесилию как родную дочь устроил в честь ее роскошный пир. На следующий день выступили амазонки в блестящем вооружении во главе троянского войска против греков. Воздев руки к небу молил приям богов даровать им победу. Но не вняли ему боги. Началась кровопролитная битва. Подобно бурному вихре уносилась по рядам греков Пенфесилия со своими амазонками. Одного за другим сражала она героев. Дрогнули греки и начали отступать. До самых кораблей оттеснила их Пенфесилия. Близка была уже окончательная победа амазонок. Вдруг на помощь грекам явились Ахилл и Аякстеламонит. Они не участвовали в битве. Распростершись на земле лежали они оба у могильного холма Патрокла. Грустя об утрате друга. Услыхав шум битвы быстро вооружились герои и подобно двум грозным львам устремились в бой. Не могли противостоять им амазонки и троянцы. Увидала Пенфесилия могучего Ахила и храбро выступила против него. Метнула она копье в Ахилла, но на куски разлетелось оно, ударившись о щит сына Пелея. Пустила другое копье царицы амазонок в Ахилла, но опять не ранила Ахилла. В страшном гневе бросился на нее Ахилл и поразил ее в грудь. Почувствовала смертельную рану Пенфесилия. Собрав последние силы, хотела она обнажить меч, но могучий Ахилл пронзил ее копьем вместе с конем. Грянулся на землю конь, а около него распростертая лежала Пенфесилия. Снял с нее шлем Ахилл и остановился пораженной необычайной красотой дочери бога войны Ареса. Прекрасно как богиня Артемида была умершая Пенфесилия. Стоит над телом сраженной им красавицы Пенфесилии Ахилл и чувствует как овладевает им любовь к убитой. Когда погруженный в печаль стоял Ахилл над Пенфесилией, подошел к нему Терсид и стал бронить героя, как делал это и раньше. Издеваясь над печалью Ахилла, пронзил Терсид копьем глаз прекрасной Пенфесилии. Вспыхнул страшным гневом Ахилл, размахнулся он и ударил Терсида с такой силой по лицу, что убил его на месте. Диамет воспылал гневом на Ахилла за то, что убил он его родственника. На силу удалось грекам примирить двух героев. Тихо поднял Ахилл убитую им Пенфесилию и вынес из битвы. Потом выдали греки трупы Пенфесилии и двенадцати убитых амазонок вместе с их вооружением троянцам, а те устроили пышные похороны, предав трупы сожжению на костре. Ахилл же отправился на остров Лесбос. Там принес он богатые жертвы богу Аполлону и богине Артемиде и матери их Латоне, моля их очистить его от скверны, пролитой им крови Терсита. По повелению Аполлона очистил Ахилла хитроумный Одиссей. Битва с Эфиопами Мемнон Изложена по поэмам Гомера Одиссея, Гесиода Теогония и Вергилия Энеида. Еще тяжелее стало троянцам отражать натиск греков после смерти Пенфессилии. Но неожиданно еще раз явилась им помощь. С берегов Седого океана, клубящего свою воду вокруг всей земли, прибыл с громадным войском Эфиопов в Трою Мемнон. Он был сыном прекрасной богини Зари Эос и Тифона и родственником Приама. Никто из смертных не мог сравняться с ним красотой. Подобно утренней звезде сиял он среди войска троянцев в своих золотых доспехах, выкованных самим богом Гефестом. Достойным противником Ахиллу был Мемнон, могучий сын богини. Снова закипела неистовая битва под стенами Трои. Впереди троянцев бился Мемнон, впереди греков Ахилл. Но он избегал встречи с Мемноном. Знал сын Фетиды, что если он убьет Мемнона, то вскоре погибнет и сам от стрелы Аполлона. Напал Мемнон на старца Нестора. Разве мог престарелый герой сражаться с юным Мемноном? Поворотил Нестор своих коней и хотел спастись бегством, но напряг свой лук Парис и поразил стрелой одного из коней Нестора. Видя, что грозит ему неминуемая гибель, Нестор призвал на помощь сына своего Антилоха. Поспешил на помощь отцу верный сын. Он решил лучше погибнуть, чем дать Мемнону убить отца. Схватил громадный камень Антилох и метнул его у Мемнона, но защитил от удара сына богини Элс шлем, выкованный богом Гефестом. Мемнон ударил копьем в грудь Антилоха и упал мертвым на землю сын Нестора с пронзенным сердцем, заплатив своей жизнью за жизнь отца. Зарыдал старец Нестор, увидав гибель сына. Мемнон же, несмотря на то, что напал на него другой сын Нестора Фросимет с другом своим Фереем, хотел снять доспехи с убитого Антилоха. Сам Нестор бросился на защиту трупа своего сына. Но Мемнон не стал сражаться со старцем, не поднял он на него руки. Яростно бились греки и эфиопы вокруг тела Антилоха. Нестор призвал на помощь и могучего Ахилла. В ужас пришел Ахилл, узнав, что погиб Антилох. Ведь он любил его больше всех героев. После Патрокла он был его лучшим другом. Забыв обо всем, забыв о том, что и сам он должен погибнуть вслед за Мемноном, Ахилл бросился в бой. Увидев приближающегося Ахилла, Мемнон бросил в него громадным камнем, но камень далеко отскочил, ударившись о щит. Ахилл ранил Мемнона копьем в плечо. Не обратил Мемнон внимания на рану, он сам ранил в руку сына Пелея. Обнажили мечи герои и бросились друг на друга. Оба они были равны друг другу силой, оба были сыновьями богинь. На том и на другом сверкали доспехи, выкованные богом Гефестом. Прикрывшись щитами, бились герои. С Высокого Олим посмотрели боги на этот поединок. Матери героев, богиня Эос и богиня Фетида, молили Зевса каждое за своего сына. Взял Зевс золотые весы, положил на них жребий героев и взвесил их. Низко опустился жребий Мемнона. Сулил ему рог пасть от рук Ахилла. Зарыдала богиня Эос. Она должна была потерять нежно любимого сына. Наконец, взмахнул своим тяжким копьем Ахилл и пронзил грудь Мемнону. Темным облаком знак печали покрылась богиня Эос. Послала она на поле битвы своих сыновей, богов ветра, и принесли они тело Мемнона далеко на берега реки Эсепа. Примечание. Река в Малой Азии, современная Чалталдера. Конец примечания. Там оплакали его юные нимфы и соорудили ему гробницу. Эфиопы же были превращены богами в птиц. С тех пор каждый год прилетают они на берега Эсепа к гробнице Мемнона и там оплакивают своего царя. Греки похоронились великими почестями юного антилоха. Прах же его положили в урну и впоследствии поставили ее в одном кургане с прахом Ахилла и Патрокла. Смерть Ахилла Страшным гневом палал Ахилл против троянцев. Он решил жестоко отомстить им за смерть друзей Патрокла и Антилоха. Как разъяренный лев сражался Ахилл, повергая одного за другим героев трои. Бросились в поспешное бегство троянцы спешили укрыться они за стенами трои. Неистовый Ахилл преследовал их, гнал его неумолимый рог на верную гибель. До самых скейских ворот преследовал Ахилл троянцев. Он ворвался бы и в священную Трою, и она погибла бы, если бы не явился бог Аполлон. Грозно крикнув, остановил он Ахилла. Но не повиновался ему Ахилл. Он сам гневался на бога за то, что много раз спасал бог-стреловержец от него Гектора и Троянцев. Ахилл даже грозил богу, что поразит его копьем. Неумолимый рог омрачил разум Ахилла. Он готов был напасть даже на бога. Разгневался Аполлон забыл он и то, что обещал некогда на свадьбе Пелея Фетиды хранить Ахилла. Покрывшись темным облаком, никому незримый направил он стрелу Париса и поразил она Ахилла в питу, куда только и можно было поразить великого героя. Примечание. Фетиды погружало младенца Ахилла в подземную реку царства Аида Стикс, причем держало его за пятку, от этого тела его стало твердым как железо, пятки же вода Стикса не коснулась. Конец примечания. Смертельной была для Ахилла эта рана. Почувствовал приближение смерти Ахилл. Вырвал он из раны стрелу и упал на землю. Горько упрекал он бога Аполлона за то, что он погубил его. Знал Ахилл, что без помощи бога не может убить его никто из смертных. Еще раз собрался с силами Ахилл. Грозный, подобно умирающему льву, поднялся он с земли и сразил еще многих троянцев. Но вот похолодели его члены. Все ближе была смерть. Зашатался Ахилл и оперся на копье. Грозно крикнул он троянцам, «Горе вам! Погибнете вы! И после смерти буду я мстить вам!» От этого возгласа обратились в бегство троянцы. Но все более слабел Ахилл. Оставили его последние силы и упало на землю. Загремели на нем его золотые доспехи и дрогнула земля. Умер Ахилл. Но и к мертвому не смели приблизиться троянцы. Они боялись его и мертвого. Такой ужас внушил он им при жизни. Понемногу преодолели они страх, и жестокая сеча закипела вокруг тела величайшего из героев. Самые могучие герои греков и троянцев приняли участие в этой битве. Горами нагромоздились трупы вокруг Ахилла, а он лежал неподвижный, громадный, не слыша уже боя. Пыль вихрем кружилась под ногами сражающихся, кровь лилась рекой. Казалось, никогда не кончится битва. Вдруг грянул гром Зевса, поднялась буря и остановила троянцев. Не хотел Зевс, чтобы овладели троянцы трупом Ахилла. Поднял могучий аяк стеломонит труп Ахилла и понес кораблям, а его защищал Одиссей, отражая наступавших троянцев. Туча стрелы копий летела из рядов троянцев в Одиссея, но он все же мужественно сдерживал их натиск, отступая шаг за шагом. Принес аяк струп Ахилла кораблям. Греки омыли труп, умастили благовонным маслом и положили на пышно украшенное ложе. Окружив ложе, громко оплакивали греки своего величайшего героя и рвали в горе волосы. Услышала их плач богиня Фетида. Поднялась она из морской пучины со своими сестрами Нереидами. Узнав, что погиб ее возлюбленный сын, Фетида издала такой вопль скорби, что дрогнали все греки. Они бежали бы в страхе к кораблям, если бы не остановил их старец Нестер. Семнадцать дней оплакивали Фетида, Нереиды и греки Ахилла. С высокого Олимпа спустились музы, они пели в честь умершего погребальный гимн. Оплакивали героя и бессмертные боги на Олимпе. На восемнадцатый день сооружен был погребальный костер. На нем сожжен был труп Ахилла. Много жертв заклали в честь величайшего из героев греки. Все греки участвовали в похоронах, одевшись в пышные доспехи. Когда догорел костер, собрали кости Ахилла и положили их в золотую урну, которую бог Дионис подарил Фетиде. В этой же урне лежали и кости Патрокла. В одной могиле были похоронены Ахилл, Патрокл и Антилох, сын Нестера. Высокий курган насыпали греки над могилой, далеко был виден он с моря, свидетельствуя о великой славе погребенных под ним героев. После же похорон были устроены в честь умершего игры. Драгоценные дары вынесла из моря богиня Фетиде. Они должны были служить наградой победителям в играх. Так роскошны были эти дары, что самого Ахилла привели бы восторг, если бы жив был великий герой. Смерть Аякса Телемонида Изложено по трагедии Сафокла Аякс Беченосец После смерти Ахилла остались его золотые выкованные богом Гефестом доспехи. Фетида повелела отдать их тому, кто больше всех отличался защищанием тела Ахилла. Следовательно, получить их должен был либо Аякс, либо Одиссей. Между ними-то и возгорелся спор за доспехи. Но как было решить этот спор? Оба героя были достойны награды. Наконец решили, что судьями в этом споре должны быть пленные троянцы. И здесь помогла Афина Паллада своему любимцу Одиссею. С ее помощью подменили Агамемнон и Менелай, жребия Аякса, да еще и неверно сосчитали голоса троянцев, и получил доспехи Одиссей. Опечалился могучий Аякс. Ушел он в свой шатер, задумав отомстить сыновьям Атрея и Одиссею. Ночью, когда весь стан греков погружен был в глубокий сон, вышел он с мечом в руках из своего шатра, намереваясь убить Агамемнона и Менелая. Но богиня Афина Паллада поразила безумием Аякса. Уже давно гневалась на него богиня за то, что отвергал он, надеясь на свою силу помощь богов. Безумный Аякс бросился на стадо быков, во тьме стал убивать их, думая, что убивает греков. Оставшихся же быков погнал он в свой шатер, воображая, что гонит пленных. Ужасно истязал быков Аякс в своем шатре. Он радовался их мучениям и смерти, ведь для него в его безумии это были не быки, а сыновья Атрея. Наконец понемногу стал проясняться разум Аякса. Велик был его ужас, когда увидел он, что весь его шатер наполнен убитыми животными. В ужасе просит Аякс объяснить ему, что произошло. Когда рассказали ему все, невыразимое горе овладело сердцем великого героя. он решил своей смертью искупить тот позор, который постиг его. Поручив сына своего Эврисака, защите своего брата Тевкра и воинов, пришедших с ним с Соломина, он удалился на берег моря, взяв с собой меч, который получил некогда в дар от Гектора, сказав, что идет молить богов, смилостивиться над ним. Меч же свой он хочет посвятить Аиду и богине ночи. В стане же греков распространилась молва о том, что совершил Аякс. Нашли убитых им быков и овец, и трупы пастухов. Одиссей по кровавым следам выяснил, что все это совершил Аякс. Страшно разгневались Агамемнон имени Лай и решили отомстить Аяксу. Между тем от Тевкра пришел вестник. Он сообщил друзьям Аякса, чтобы они оберегали великого героя, так как ему грозит гибель. Но что гибель грозит ему только в этот день, когда же минует день благополучно, то уже ничто не будет угрожать Аяксу. Вскоре прибыл Стан и сам Тевкар. Узнав, что брат его ушел на берег моря, побежал он его разыскивать. Боялся он, что случилось несчастье с Аяксом. И действительно, он не застал уже в живых брата. На берегу моря Тевкар нашел лишь труп Аякса. Он бросился на свой меч. Так погиб самый могущественный после Ахилла герой греков. Не хотели Менилай и Агамемнон позволить Тевкру предать погребению труп брата. Могла бы возникнуть открытая вражда между Тевкром и сыновьями Атрея. Встанье греков началась бы междоусобная битва, если бы в дело не вмешался Одиссей. Он убедил Агамемнона позволить Тевкру предать погребению великого Аякса, оказавшего столько великих услуг грекам. Новый могильный курган возвысился рядом с курганом Ахилла. Под этим курганом покоился прах могучего сына Таламона Аякса. Аякса Филактет Последние дни Трои Изложено по трагедии Софокла Филактет После смерти Ахилла и Аякса греки упорно продолжали осаду Трои, но не могли силой овладеть городом. Однажды Одиссей подслушал из засады слова прорицателя Гелена сына Приама и хитростью взял его в плен. Таким образом Одиссей выведал, что Троя будет взята лишь в том случае, если в войско греков прибудет Филактет с отравленными стрелами Геракла и юный сын Ахилла Неаптолем. Тот час решил Одиссей отправиться в далекий путь за обоими героями. Не стоило никакого труда Одиссею, когда он прибыл на остров Скирос к царю Лекомеду убедить юного сына Ахилла принять участие в осаде Троя. Подобно отцу своему, прекрасный Неаптолем горел жаждой великих подвигов. Немедленно отправился в путь с Одиссеем, хотя его со слезами убеждала остаться мать его Дидамия. Гораздо труднее было овладеть Филактетом. Он жил на пустынном острове Хрисе около Лемноса, всеми покинутой в пещере с двумя выходами на восток и на запад. Через эти выходы солнце зимой согревало пещеру, летом же ветер умерял в ней зной. Часто испытывал голод Филактет, с трудом добывал он себе пропитание, убивая своими стрелами диких голубей. Рана на его ноге страшно болела, едва мог двигаться несчастный, чтобы принести себе воды. С большим трудом удавалось ему и развести огонь, ударяя камень о камень. Страшные лишения и страдания испытывал Филактет на Хрисе целых 10 лет. Изредка приставали к берегам Хриса моряки, но никто из них не соглашался взять с собой в Грецию Филактета. Виновниками всех этих страданий были сыновья Трея и Одиссей. Страшной ненавистью пылал к ним Филактет. Охотно сразил бы он их стрелами своего лука. Знал Одиссей, что неминуемая гибель грозит ему, если увидит его Филактет. Поэтому он решил овладеть им хитростью. Он уговорил юного Неаптолема идти к Филактету и рассказать ему, что идет он из-под Трои, покинув осаду потому, что оскорбили его вожди греков. Если же Филактет будет просить взять его в Грецию, то согласится и таким способом овладеть Филактетом его луком и стрелами и отвезти его на корабль. Тогда легко будет привезти по Трою Филактета. Не хотелось Неаптолему действовать обманом, но Одиссей убедил его, что только таким путем можно завлечь Филактета на корабль. Неаптолем согласился. Когда корабль прибыл к Хрисе, Неаптолем вышел с несколькими войнами на берег и пошел к пещере. Филактета в ней не было. Вскоре показался и Филактет. С громким стоном шел он к пещере, страшно мучила его рана. Обрадовался Филактет, увидав пришельцев. Еще больше была его радость, когда узнал он, что перед ним Неаптолем, сын Ахила, Неаптолем рассказал страдальцу всю ту вымышленную историю, которую выдумал Одиссей. Рассказал ему о смерти Ахила, Патрокла и Аякса. Опечалился Филактет, узнав о гибели тех, кого он любил больше всех остальных героев. Согласился Филактет плыть с Неаптолем в Грецию. Он даже передал юному сыну Ахила свои стрелы и Лук и молил защитить его от коварства Одиссея. Филактет сам торопил Неаптолема скорее отплыть в Грецию. Неожиданно приходит воин и сообщает, будто герой Феникс и сыновья Тесея приближаются, чтобы силой увести Филактета под Трою. Несмотря на ужасные страдания, от которых он падает бесчувств на землю, спешит Филактет к берегу. Видит эти страдания Неаптолем, не в силах он больше продолжать обман и открывает всю правду Филактету. Неаптолем хотел уже вернуть и стрелы с луком Филактету, но выбежавший из засады Одиссей не дал ему сделать этого. Филактет хотел бежать и броситься с вершины скалы в море, лишь бы не быть послушным орудием в руках ненавистного ему Одиссея и сыновей Атрея. Одиссей велел слугам схватить Филактета и силой вести его на корабль. В отчаяние пришел Филактет. Не мог видеть его страдания Неаптолем и передал лук и стрелы несчастному. Весь план Одиссея рухнул. Он даже поспешил спастись бегством, так как знал, как ужасна смерть от стрелы Геракла. Сделал еще попытку Неаптолем уговорить Филактета ехать с ним в Трааду и помочь грекам взять Трою. Но наотрез отказался Филактет. Он не мог забыть тех страданий, на которые обрекли его Агамемнон, Менелай и Одиссей. Казалось, что придется им, не достигнув цели, покинуть Хрису, или же опять должен будет прибегнуть к обману Неаптолем. Вдруг перед Филактетом в сиянии бессмертного бога появился Геракл. Он повелел Филактету ехать к стенам Трои. Там величайший из героев обещал Филактету исцеление от раны и великую славу при взятии Трои. Филактет повиновался воле друга. Добровольно зашел он на корабль Одиссея и отплыл в Троаду, туда, где ждали его великие подвиги. Много подвигов совершил Неаптолем, прибыв под стены Трои. Никто не мог сравниться в силе и храбрости с сыном Ахилла. Много троянских героев впал от руки Неаптолема в бою. Убил он в жестоком поединке и могучего потомка Геракла Эврипила, сына Телефа. Его послала на помощь Приаму мать его, подкупленная драгоценным даром золотой виноградной лозой, которую вырастил Зевс для прекрасного Ганимеда. После Мемнона самым могущественным защитником Трои был прекрасный как бог Эврипил. Погубило его коростолюбие матери. Вскоре после прибытия к стенам Трои ранил своей стрелой Филактет Париса, виновника всей войны. Филактет нанес ему отравленной стрелой Геракла неисцелимую рану, от которой в страшных мучениях должен был скончаться Парис. Яд стрелы все глубже и глубже проникал в его тело. Парис ушел из Трои в лес и умер там в страшных мучениях. Он умер там, где некогда беспечно жил, как простой пастух. Нашли тело Париса пастухи. Горько оплакивали они смерть своего бывшего товарища. Соорудили высокий костер, положили на него тело Париса и подожгли. Собрали прах пастухи, положили в урну и поставили в могилу. С каждым днем все труднее и труднее становилось Троянцам защищать город. Все же не могли силой овладеть греки Трои. Тогда решился Одиссей на опасный подвиг. Он обезобразил себе лицо ударами бича и, одевшись в рубище, под видом нищего прошел в Трою, чтобы выведать все, что замышляют Троянцы. Видели все Троянцы несчастного нищего, собирающего по многолюдным улицам подаяния. Одна лишь Елена узнала Одиссея. Позвав его в дом свой, омыла его тело Елена и поклялась не открывать Троянцам кто он. Все выведал Одиссей и, убив многих стражей, благополучно вернулся в стан греков. Еще более опасный подвиг совершили вдвоем Одиссея и Диамет. Они тайно проникли в Трою и прокрались в святилище Афины Паллады. Там стояло деревянное изображение богини, упавшее некогда с неба, Палладий. Это изображение необходимо было добыть грекам, так как покуда оно было в Трое, нельзя было овладеть Троей. С великой опасностью похитили его храбрые герои. На возвратном пути перебили они много троянцев и вернулись в лагерь. Падение Трои Изложено в основном по поэме Вергилия Энеида. Но все же никак не могли греки овладеть городом. Тогда Одиссей уверил греков действовать хитростью. Он посоветовал соорудить такого громадного деревянного коня, чтобы в нем могли укрыться самые могучие герои греков. Все же остальные войска должны были отплыть от берега Троады и укрыться за островом Тенедосом. Примечание Остров в Эгейском море у побережья Троады. Конец примечания. Когда троянцы везут коня в город, тогда ночью выйдут герои, откроют ворота города, вернувшимся тайно грекам. Одиссей уверял, что только таким способом можно взять Трою. Вещий Калхас, которому было послано знамение Зевсом, тоже убеждал греков прибегнуть к хитрости. Наконец согласились греки на предложение Одиссея. Знаменитый художник Эней со своим учеником с помощью богини Афины Паллады соорудил громадного деревянного коня. В него вошли Неаптолем, Филактет, Менелай, Идоминей, Диамет, младший Аякс, Мерион, Одиссей и несколько других героев. Вся внутренность коня заполнялась вооруженными войнами. Эней так плотно закрыл отверстие, через которое вошли герои, что нельзя было даже подумать, что в коне находятся войны. Затем греки сожгли все постройки в своем лагере, сели на корабль и отплыли в открытое море. С высоких стен Трои осажденные видели необычайные движения в стане греков. Долго не могли они понять, что такое там происходит. Вдруг к своей великой радости увидали они, что из стана греков поднимаются густые клубы дыма. Поняли они, что греки покинули Троаду. Ликуя, вышли троянцы из города и пошли к стану. Стан действительно был покинут. Кое-где догорали еще постройки. С любопытством бродили троянцы по тем местам, где стояли недавно шатры Диомеда, Ахилла, Агамемнона, Менелая и других героев. Они были уверены, что кончилась теперь осада, миновали все бедствия, можно предаться теперь мирному труду. Вдруг в изумлении остановились троянцы. Они увидали деревянного коня. Смотрели они на него и терялись в догадках, что это за изумительное сооружение. Одни из них советовали бросить коня в море, другие же везти в город и поставить на Акрополе. Начался спор. Тут перед спорящими появился жрец бога Аполлона Лаакаон. Он горячо стал убеждать своих сограждан уничтожить коня. Уверен был Лаакаон, что в коне скрыты греческие герои, что это какая-то военная хитрость, придуманная Одиссеем. Не верил Лаакаон, что навсегда покинули греки Троаду. Умолял Лаакаон троянцев не доверять коню. Что бы то ни было, а Лаакаон опасался греков, даже если бы они приносили дары Трои. Лаакаон схватил громадное копье и бросил им в коня. Содрогнулся конь от удара и глухо зазвучало внутри его оружие. Но помрачили боги разум троянцев. Они все-таки решили везти в город коня. Должно было исполниться веление судьбы. Когда троянцы стояли вокруг коня, продолжая двигаться на него, вдруг послышался громкий крик. Это пастухи вели связанного пленника. Он добровольно отдался им в руки. Этот пленник был грек Синон. Окружили его троянцы и стали издеваться над ним. Молча стоял Синон, боязливо глядя на окружавших его троянцев. Наконец заговорил он. Горько сетовал он, проливая слезы на злую судьбу свою. Тронули слезы Синона Преама и всех троянцев. Стали они расспрашивать его, кто он и почему остался. Тогда Синон рассказал им вымышленную историю, которую придумал для него Одиссей, чтобы обмануть троянцев. Синон рассказал, как задумал погубить его Одиссей, так как Синон был родственником того Паламеда, которого так ненавидел царь Итаки. Поэтому, когда греки решили прекратить осаду, Одиссей уговорил Калхаса известить, что будто боги за счастливое возвращение на родину требуют человеческой жертвы. Долго притворно колебался Калхас, на кого указать, как на жертву богам, и, наконец, указал на Синона. Связали греки Синона и повели к жертвеннику. Но Синон разорвал веревки и спасся от верной смерти бегством. Долго скрывался в густых зарослях тростника Синон, ожидая отплытия греков на родину. Когда же они отплыли, вышел он из своего убежища и добровольно отдался в руки пастухов. Поверили троянцы хитрому греку. Прям велел освободить его и спросил, «Что значит этот деревянный конь, оставленный греками в стане?» Только этого вопроса и ждал Синон. Призвав богов свидетелей того, что говорит он правду, Синон сказал, что конь оставлен греками, чтобы умилостивить грозную Афину Палладу, разгневанную похищением Палладия из Трои. Конь этот, по словам Синона, будет могучей защитой Трои, если троянцы ввезут его в город. Поверили и в этом троянцы Синону. Ловко сыграл он ту роль, которую поручил ему Одиссей. Еще сильнее убедило троянцев, что Синон говорил правду, великое чудо, посланное Афиной Палладой. На море показались два чудовищных змея. Быстро плыли они к берегу, извиваясь бесчисленными кольцами своего тела на волнах моря. Высоко поднимались красные, как кровь гребни на их головах, глаза их сверкали пламенем. Выползли змеи на берег около того места, где Лаокоон приносил жертву богу моря Посейдону. В ужасе разбежались все троянцы. Змеи же бросились на двух сыновей Лаокоона и обвились вокруг них. Поспешил на помощь сыновьям Лаокоон, но и его ввели змеи. Своими острыми зубами терзали они тела Лаокоона и его двух сыновей. Старается сорвать с себя змей несчастный и освободить от них детей своих, но напрасно. Яд проникает все глубже в тело, члены сводят судорогой, страдания Лаокоона и сыновей его ужасны. Громко вскричал Лаокоон, чувствуя приближение смерти. Так погиб Лаокоон, видя ужасную смерть своих ни в чем не повинных сыновей. Погиб потому, что хотел, вопреки воле Бога, спасти Родину. Змеи же, совершив свое ужасное дело, уползли и скрылись под щитом статуи Афины Паллады. Гибель Лаокоона еще сильнее убедила троянцев, что они должны ввести деревянного коня в город. Разобрали они часть городской стены, так как громадного коня нельзя было провести через ворота, и с ликованием под музыку и пение потащили коня канатами в город. Четыре раза останавливался конь, ударяясь о стену, когда тащили его через пролом, и грозно гремело в нем от толчков оружие греков, но не слыхали этого троянцы. Наконец, притащили они коня в Акрополь. Вещая Кассандра пришла в ужас, увидав в Акрополе коня. Она предвещала гибель трои, но со смехом ответили ей троянцы. Ее предсказаниям ведь никогда не верили. В глубоком молчании сидели в коне герои, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся извне. Слыхали они, как звала их, называя по именам прекрасно кудрая Елена, подражая голосу их жен. Насилу удержал одного из героев Одисей, зажав ему рот, чтобы он не ответил. Слыхали герои ликование троянцев и шум веселых перов, которые справлялись по всей трое по случаю окончания осады. Наконец наступила ночь. Все смолкло. Троя погрузилась в глубокий сон. У деревянного коня послышался голос Синона. Он дал знать героям, что теперь они могут выйти. Синон успел уже разложить и большой костер у ворот трое. Это был знак укрывшимся за Тенедасом греком, чтобы скорее спешили они к трое. Осторожно, стараясь не производить шума оружием, вышли из коня герои. Первыми вышли Одиссей с Эпеем. Рассыпались по погруженным в сон улицам трое герои. Запылали дома, кровавым заревом освещая гибнущую трою. На помощь героям явились и остальные греки. Через пролом ворвались они в трою. Началась ужасная битва. Троянцы защищались кто чем мог. Они бросали в греков горящими бревнами, столами, утварью бились вертелами, на которых только что жарили мясо для пира. Никого не щадили греки. С воплем бегали по улицам трое женщины и дети. Наконец, подступили греки к дворцу Приама, защищенному стеной с башнями. С мужеством отчаяния защищались троянцы. Они опрокинули на греков целую башню. С еще большим ожесточением пошли на приступ к греки. Выбил топором ворота дворца сына Хилла Неаптолем и первый ворвался в него. За ним ворвались во дворец и другие герои и воины. Наполнился дворец Приама воплями женщин и детей. У алтарей богов собрались дочери и невестки Приама. Они думали найти здесь защиту. Приам в доспехах хотел защитить их или пасть в бою, но молила Гекаба престарелого царя искать защиты у алтаря. Разве мог он, славый старец, бороться с могучими героями? Вдруг ворвался Неаптолем. Он преследовал смертельно раненого сына Приама Полита. Ударом копья поверг Неаптолем Полита на землю к ногам отца. Бросил копьем Неаптолем и Приам, но оно, как слабая трость, отскочило от доспехов сына Ахилла. Схватило в гневе Неаптолем Приама за седые волосы и вонзил ему в грудь свой острый меч. Погиб Приам в том городе, в котором жил столько лет, правя великой Трои. Не спасся никто из сыновей Приама. Даже внук его, сын Гектора Астианакс, был убит. Его сбросили с высоких стен Трои, вырвав из рук несчастной Андромахи. Убил Менелай во дворце спящего Деифоба, женой которого после смерти Париса стала Елена. В гневе убил бы и прекрасную Елену Менелай, но удержал его Агамемнон. Богиня же Афродита вновь пробудила в груди Менелая любовь к Елене. С торжеством повел он ее к своему кораблю. Дочь Приама, вещая Кассандра, искала спасения в святилище Афины Паллады. Там нашел ее сын Аэлея Аякс. Припала Кассандра к статуе Афины, обняв руками изображение богини. Грубо схватил ее Аякс и с такой силой рванул от статуи, что упала священная статуя на пол храма и разбилась. Аякс Разгневались на Аякса греки, разгневалась и великая богиня. Впоследствии жестоко отомстила она за это Аяксу. Из всех героев Трои спаслись лишь Эней, вынесший на руках из Трои своего старого отца Анхиза и маленького сына Аскания. Пощадили греки и Троянского героя Антенора. Его пощадили греки за то, что он всегда советовал Троянцам выдать грекам прекраснокудрую Елену и похищенной Парисом сокровищами Нилая. Долго пылало еще Троя. Колубы дыма поднимались высоко к небу, оплакивали боги гибель великого города. Далеко был виден пожар Троя. По столбам дыма и громадному зареву ночью узнали окрестные народы, что пало Троя, которая долго была самым могущественным городом в Азии. Возвращение греков на родину Изложено в основном по трагедиям Эврипида, Андромаха, и Гекуба. Богатую добычу захватили греки в Трои. Она вознаградила их за все те беды, которые испытали они во время десятилетней осады. Много золота и серебра, много утвари и бесчисленное количество прекрасных пленец увезли греки с собой на кораблях. Когда корабли греков пристали к противоположному берегу Гелеспонта, явилась им тень великого Ахилла, требовал герой себе в жертву прекрасную дочь Приама Поликсену, которая была некогда назначена ему в жены. Агамемнон не хотел отдавать Поликсену, молила его и Кассандра пощадить сестру. Но Одиссей настаивал на этой жертве, напоминая, какие великие услуги оказывал Ахилл грекам за время осады Трое. И сама Поликсена готова была идти под жертвенный нож. Знала она, что это будет ей избавлением от тяжкого рабства на чужбине. Спокойно пошла Поликсена к алтарю, около которого ждал ее с жертвенным ножом Неапталем. Не дала она прикоснуться к себе юноше, который должен был вести ее на смерть. Не хотела Поликсена как раба снизойти в царство Аида. Сама подошла к алтарю, сама обнажила она грудь. Со вздохом скорби вонзил меч в грудь Поликсены Неапталем и горячая кровь обогрел жертвенник, сооруженный в честь Ахилла. После того, как принесена была в жертву Поликсена, греки отправились в далекий путь на родину. Много бед пришлось им испытать во время этого пути. Многие герои погибли, не увидав родины. Еще во время разрушения Трои разгневанная Афина Паллада вызвала великий раздор между греками и сыновьями Атрея. Менелай хотел немедленно отплыть в Грецию, а Гамемнон же требовал, чтобы греки оставались в Троаде до тех пор, пока не умилостивят жертвами Афину. Не ведал Агамемнон, что ничем не смягчить ему гнева богини. Целый день продолжался спор братьев. На следующее утро часть греческих кораблей, захватив свою долю богатой добычей покинуло Троаду. Отплыли Нестор, Диамед, Неопталем и Доминей и Филактет. Несколько позже отплыл и Менелай. Он догнал Нестора и Диамеда на острове Лесбосе. Одиссей тоже покинул было Троаду, но на Тенедосе поссорился он со своими спутниками и вернулся обратно к Агамемнону в Троаду. С Лесбоса собравшиеся там герои отплыли к острову Эфбе. На Эфбее у мыса, посвященного богу Гефесту, принесли они жертву Посейдону и поплыли дальше. Через четыре дня Диамед прибыл в Аргас, а Нестор в Пилос. Счастливо вернулись на родину также и Доминей, Филактет и Неопталем. Менелая же пришлось перенести много невзгод. Около мыса Суния, восточной оконечности Аттики, бог Аполлон сразил своей стрелой кормчивого Менелая Фронтиса. Менелай пристал к берегу, совершил пышные погребальные обряды в честь Фронтиса и только после этого отправился дальше. Когда корабли его огибали опасный мыс Малею, юго-западную оконечность Лаконии, Зевс послал великую бурю. Заходили по морю громадные как горы волны. Часть кораблей Менелая бурей унесло на Крит, где они разбились о скалы. Только с великим трудом спаслись бывшие на них греки. Остальные же корабли, на которых был именелай, долго носились по морю и достигли наконец берегов Египта. Семь долгих лет скитался среди чужеземных народов Менелай. Был он у Сиданян, у Эфиопов и многих других народов. Побывал он на Кипре, Финикии и далекой Ливии, народы которой славились своими неисчислимыми стадами. Много богатых даров получил Менелай, громадный собрал он богатство. В Египте жена Фоона Полидамна подарила прекрасной Елене чудесное лекарство, приготовленное из сока волшебного растения. Тот, кто принимал в вине это лекарство, забывал самое тяжелое горе. Наконец, на возвратном пути из Египта Менелай пристал к острову Форосу. На этом острове двадцать дней ждал Менелай попутного ветра. Остров был пустынный, припасы подходили к концу, всем грозила голодная смерть. Спасла Менелая и его спутников богиня Эдафея, дочь морского бога Протея. Явившись Менелаю, научила она его завладеть Протеем и заставить его открыть волю богов. Рано утром, лишь только взлетела богиня Зари Эус на небо, Менелай с тремя сильными и мужественными спутниками пошел на берег моря. Там ждала их Идафея с четырьмя шкурами тюленей. Надела эти шкуры Идафея на Менелая и его спутников, а чтобы не мучила их зловония шкур, промазала им нос Амброзии. Не двигаясь, лежали Менелай и его спутники на морском берегу. Наконец, выплыл со стадом тюлений протей. Пересчитал он тюлений, спокойно лег на песок и уснул. С криком бросился Менелай со спутниками на протея. Началась упорная борьба. Протей превращался во льва, змея, пантеру, кабана, воду и дерево. Но крепко держали его Менелай со спутниками. Наконец, смирился старец, принял свой прежний образ и спросил Менелая, что хочет он узнать у него. Менелай спросил морского старца, кто из богов прогнелся на него и не посылает ему попутного ветра. Повелел протей Менелаю вернуться в Египет и принести там в жертву богам Гекатомбу. Тогда только смилостивятся над ним боги и дадут ему счастливое возвращение на родину. Предсказал Менелаю вещи протей судьбу его и жены его Елены. Открыл он Менелаю то, что ждет каждого из героев во время их пути из-под Трои. Исполнил веление протея Менелай. Вернулся он в Египет и принес богам жертвы. Боги послали ему попутный ветер и благополучно вернулся он в родную Спарту, где долго жил потом счастливо. По смерти же Менелай и жена его, прекрасная Елена, перенесены были на острова Блаженных, где и живут вечно, не зная печали. Много опасности пришлось испытать на пути на родину и царю Агамемнону. Счастливо удалось ему и его спутникам достигнуть берегов Эвбеи. Здесь, у самого Герейского мыса, поднялась великая буря. Ее послала богиня Афина, гневавшаяся на греков. Особенно же гневалась она на сына Аэлея Аякса. Много кораблей погибло разбившейся скалы. Разбился и корабль Аякса. Погиб бы он в морских волнах, если бы не сжалился над ним великий колебатель земли, бог моря Посейдон. Он повелел волнам выбросить Аякса на Герейскую скалу. Спасся Аякс. Но тут он сам погубил себя своей надменностью. С безумной гордостью воскликнул он, что он спасся сам без помощи богов, даже против их воли. Услыхал бог Посейдон дерзкие слова того, кто был спасен им самим. В страшном гневе взмахнул он своим трезубцем и ударил им о скалу, на которой стоял Аякс. Надвое раскололась скала. Половина ее со страшным грохотом рухнула в море и увлекла за собой Аякса. Так погиб он в пучине, из которой только что спас его Посейдон. Корабли же Агамемнона с трудом избежали бури и прибыли наконец к родным берегам. Но не на радость вернулся Агамемнон свои богатые золотом Мекены. Там ждала его смерть от руки его неверной жены Клитем Нестеры. Горького Стрель 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 Горького